СМИ всегда идут в ногу с теми, кто создает настоящее с героями нашего времени. Сейчас, во время пандемии, это медики и волонтеры. Наш телеканал не уходил на локдаун, работал в красной зоне и с первого дня рассказывал о тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Конференц-зал. Понятно, что никаких конференций сейчас и других мероприятий не проводится. Но здесь, в этом помещении, располагается палата интенсивной терапии. И если состояние пациента ухудшается, его переводят сюда. Мы говорили о вакцинации, отправляясь на прививочные пункты. И своим примером показывали, что лучшая защита от болезни – ее профилактика. У меня упали антитела до нужного уровня. Я подумал, что лучше я сейчас привьюсь, чем еще раз буду переносить заболевание в тяжелой форме или в средней форме. Когда стартовал прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом ради перемен», телеканал решил рассказать всем о проделанной работе. В этом году мы хотим предложить наш… Я считаю, что все-таки это совместный проект, потому что если не было бы наших героев, не было бы этого проекта. А наши герои – это волонтеры, это медики, это люди, которым нужна была помощь и медиков, и волонтеров. Телеканал «Видное ТВ» все это время не только рассказывал о добрых делах, но и сам стал организатором большого доброго дела. Второй проект, выдвинутый на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен», посвящен прошедшему в феврале этого года благотворительному марафону по сбору средств на реабилитацию юного видновчанина Влада Синилкина. В прямом эфире четырехчасовой марафон «Подари надежду». Сегодня мы дарим свою любовь Владику Синилкину, мальчику, который Новый год встретил в больнице. Перед праздником он попал в автомобильную катастрофу, лишился двух ножек и одной ручки. На протяжении четырех часов к нам в студию приходили эксперты, врачи, благотворители и артисты. Обидея Влада Синилкина узнало множество людей. И благодаря огласке за время марафона удалось собрать более 800 тысяч рублей. Несомненно, эта трагедия объединила многих жителей Ленинского округа. И мы, как телеканал, просто не могли остаться в стороне и сделали все от нас зависящее, чтобы этот марафон прошел на высоком уровне. Своими проектами мы еще раз хотели напомнить – делать добрые дела просто и очень приятно. Если вы с этим согласны, поддержите нас на официальном сайте губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». И давайте творить добро вместе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.